Оценивая ленинградское дело, многие историки называют это жесточайшей комбинацией в борьбе за политическое влияние. Но вот уж кому точно было не до политики, так это родственникам фигурантов. Они просто очень хорошо запомнили день, когда жизнь кардинально изменилась. Или вовсе развалилась. Десять лет без права переписки, 23 человека. Отцу Галины Таировой по тем временам повезло, 25 лет лагерей. Оттуда иногда письма приходили. Здравствуйте, моя мирная галочка, мой дорогой Сереженька. То есть он еще отдельно каждому давал наставления. Первый заместитель председателя обл. исполкома с началом ленинградского дела эта должность гарантировала срок. Антисоветские взгляды не требовали доказательств. Преступления придумывали в специальных кабинетах. Затем приезжал автомобиль, как правило, ночью. После ареста отца о семье не забывали, заботились, чтобы репрессий хватило на всех. Вскоре за решетку отправилась мама. Для детей были особые привилегии. Пожелание мамы, и вообще у нас такой закон, не разлучать малолетних детей с родителями. Поэтому мы берем младшего брата, и он будет находиться с мамой. Мы наимно так и считали, что это так и будет. На деле младшего брата Сереженького и отправили его с этим господином. А брата Галины Таировой отправили в специнтернат. Она его увидела через несколько лет. Которые вместили в себя ссылку в Казахстан. Смерть Сталина, освобождение и оправдание отца, всех родственников. Правда, бумажка об амнистии не могла стереть память и даже наладить быт. У меня было написано в паспорте, что выдан паспорт на основании справки об амнистии. А амнистиировали тогда тех, кому было дано до пяти лет. А это были в основном воришки, всякие там такие незначительные преступники. То есть это был не тот контингент, который... Ну и везде мне говорили, что девочкам не надо поступать. У истоков ленинградского дела множество версий в музее политической истории не склоняются к одной из, а просто рассказывают о судьбах людей и документах того времени. Принято считать, что Сталин, опасаясь новой волны функционеров, еще и на фоне победы в Великой Отечественной, решил провести чистку, глобальную, под корень. Были опасения, что город северной эволюцией может стать колыбелью и следующей. Якобы в Ленинграде планировали создание российской компартии в качестве антагониста всесоюзной. С такой угрозой решили бороться на полную. В 1947 году отменили смертную казнь. В 49-м мораторий сняли для фигурантов ленинградского дела. Впрочем, на образ кровожадного режима и лично Сталина все списывать не нужно, ряд историков считает. Вождя ввели в заблуждение масштабами инакомыслия. Вот он и перегнул палку. Реально, вот скажем, эти вот человек 200, которые там пострадали, там из них кого-то надо было посадить. Но для большинства достаточно, наверное, было бы там снятие с постов, исключение с партии. То есть мера были, то есть наказание было неадекватное, но с другой стороны в какой-то степени заслуженное. А вот Ирина Орехова о степени вины своего отца никогда не задумывалась. В семье роль Сталина вообще не обсуждали. Хотя сестра отца была женой Чкалова. Говорит, мы знали то, о чем вы и представить не можете. Георгий Орехов, первый секретарь Петроградского райкома, попал в тюрьму в 52-м, в последней волне арестов. Ирина даже смогла доучиться в школе, правда, лишили золотой медали. Потом не брали в вуз, но отец уже вышел. Исключал из партии его фрун Романович Козлов. Со всеми соответствующими словами. Он же его и возвращал в партию. Он протягивает отцу руку и говорит, ну, я поздравляю вас. Я знал, что все закончится хорошо. Папа мне говорит, я руку за спину верну, говорю, а я под лицом руки не подаю. И очевидцы тех событий добавляют. Не надо искать конспирологических версий. Все было просто. До ужаса. Александр Буренин, Сергей Смирнов, Эрнест Мурадян, Наталья Щепицына, Александр Семенов. Итоги недели. Телеканал Санкт-Петербург.